Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. Рэгбисты Хакасии получили 25 комплектов новой формы. Наш регион вошел в программу Федерации Рэгби России по поддержке Федеральной Лиги. Что это значит для наших спортсменов и каким будет нынешний сезон, об этом мы попросили рассказать вице-президента Федерации Рэгби по Хакасии Андрея Алеева. Андрей Иванович, здравствуйте! Добрый день! Андрей Иванович, Хакасия получит поддержку от Федерации Рэгби России. Как удалось этого достичь и что значит Федеральная Лига? Федеральная Лига, я с последнего вопроса начну, это любительский чемпионат. В других видах спорта называется Ночная Лига. Ребята непрофессиональные, занимаются, играют, выступают, чемпионат проводится. По поддержке из Москвы мы ее уже получили. Мы получили 25 комплектов тренировочной формы. Называется тренировочной, потому что нет номеров на спине. Сделали номера на спине, это будет игровая форма. Значит, у нас исполнительный директор Федерации Рэгби России является членом Федерации Рэгби по Республике Хакасии Елена Евгеньевна Артамонова. Но не только эта причина, вообще Хакасия интересна Москве в данный момент. Мы здесь активно развиваемся, мы активно выращиваем, скажем, таким сленговым словом детей. Наши дети очень прогрессируют быстро и тренера сборных на это обратили внимание. Собственно говоря, поэтому мы одни из первых и получили поддержку по Федеральной Лиге. Мечи, формы, методички. В том числе и тренера приезжали и в ближайшее время еще приедут, будут проводить семинары. То есть до этого мы испытывали проблемы с формой? Я не могу сказать, что мы испытывали проблемы с формой. Формы детской у нас достаточно. Мы очень часто ездим на турниры, фестивали, рэгбийные всеразличные соревнования, которых заявлено от организаторов как раз вручение формы людям, попадающим в определенное количество мест. И мы стабильно в них попадаем, и формы мы имеем свою. Ни один, ни два комплекта. Но вот именно Федеральная Лига, именно для Федеральной Лиги, это мы первое, что получили. Нам это приятно. А кроме формы будет еще какая-то поддержка оказана? Едут у нас тренера, ближайшие были, вот недавно совсем, 24 января у нас были представители Федерации Рэгби. Там был как раз человек, который возглавляет Федеральную Лигу по Российской Федерации, человек, который возглавляет развитие Рэгби по вооруженным силам Российской Федерации. Сейчас и это направление у нас разрабатывается. И был человек, который бывший капитан сборной России, ныне глава одного из отделов Федеральной антимонопольной службы, Коршунов Влад. Вот он был, собственно говоря, по своей линии. Он как раз активно развивает, ФАС сейчас помогает нам развивать рэгби в России. А какой интерес у ФАС к данному направлению? Артемьев Игорь Юрьевич, глава ФАС, сейчас является председателем Высшего Совета Федерации Рэгби Российской Федерации. И он же вошел совсем недавно в Совет по спорту при президенте Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А насколько рэгби популярен в Хакасии? Могли ребят у нас занимаются данным видом спорта? У нас более 100 мальчишек вместе с мужиками из Федеральной Лиги, более 20 девчонок. Девчата у нас очень серьезные. То есть и девушки в данном виде спорта могут себя проявить? Они только могут. Практика показывает, что девочки более целеустремленные, более упертые, быстрее достигают высот. Другое вопрос, что они быстрее уходят, поскольку женский век не такой длинный в спорте, как у мужиков. Мужики подольше играют. Ну, вчера был тренер из молодежной сборной России. Вчера буквально он был у нас. Мы тестировали нашу команду. Несколько человек получат приглашение на учебно-тренировочный сбор сборной страны. А во сколько лет ребята начинают заниматься данным видом спорта? Ну, общемировая практика лет шести начинает заниматься. Мы берем чуть попозже, семь-восемь лет. Но если ребенок достоин в плане физических кондиций, мы берем и пораньше. А где сегодня ребята занимаются? Есть ли залы для занятий или все-таки это уличный вид спорта? Это уличный вид спорта, но мы занимаемся в залах. Сейчас как раз сделали такой вид направления регби, теч-регби, для того, чтобы играть в залах. Поскольку в том же Красноярском крае это введено третьим уроком в общеобразовательные школы. И в залах мы тоже занимаемся. В данном случае в Абакане мы занимаемся на базе второй муниципальной школы. У нас там тренер-преподаватель Мухин Анатолий Сергеевич занимается. Он ведущий сейчас специалист у нас по Хакасии. Его как раз воспитанники занимают и места, и ездят везде, где только можно. Мы ее сертифицировали, эту школу, получили всю документацию, и на этой школе мы базируемся. А если говорить о популяризации данного вида спорта, будете ли развивать сеть школ по всей республике? В данный момент ведутся переговоры с Гораном города Бабакана и с Министерством образования Республики Хакасия. Как раз о внедрении регби третьим уроком. Федерация о регби по республике Хакасия возьмет на себя полностью подготовку и проведение семинаров с работниками физической культуры в школах. Мы подготовим и объясним все эти правила. Привезем специалистов. Если надо, мы привезем и из Европы специалистов. Есть такая возможность. Как раз через Федерацию регби России. Это вот как к вопросу о помощи. Проведем семинары, обучим и будем развивать. Да, наша задача сейчас регби вести повсеместно. Это вид спорта универсальный. Это вид спорта, который сейчас и в армию вводится. Вот в данный момент сейчас как раз Федерация регби России активно развивает и вводит его в армию. МВД взяли на заметку этот вид спорта. Проводят у себя уже соревнования, показательные выступления. Вид спорта, который развивает все. От физической культуры до мышления. Поскольку я лично называю регби это шахматы на футбольном поле. Там очень много надо думать. И очень много отводится элементу творчества. То есть там нет рельс, где ты ограничен. Ты должен творить на поле. Ты должен всегда думать. Внутри нашего региона проводятся ли соревнования? Внутри региона проводятся. Пока мы не можем похвастаться чемпионатом республики и большим количеством городов. Но мы можем похвастаться открытым первенством республики Хакасия, в котором принимают участие все соседние регионы. И опережая события, наверное, ваши вопросы, скажу, что в конце марта у нас пройдет уже соревнование с новым членом регбиной семьи. Это с республикой Тыва. Там тоже появилось регби. И в конце марта мы будем на уровне детей как раз играть. Они к нам приедут в гости. А в соседние регионы мы выезжаем на соревнования? Обязательно. Мы ездим в Красноярский край, мы ездим в Кемеровскую область, мы ездим в Алтайский край. Ближайшие регионы мы все посещаем. И с апреля месяца начинается тур по федеральной лиге, по сибирскому федеральному округу. Мы начинаем его в Омске. То есть в этом году федеральная лига заявлена, республика заявлена на федеральную лигу. Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Биск. И заканчивать мы будем в сентябре. Последний тур будет проходить в городе Абакане. Мы всех саранее приглашаем в сентябре на стадионы смотреть федеральную лигу. Андрей Иванович, а наша сборная уже обзавелась своими фанатами при проведении соревнований? Трибуны полные? Мы пока не проводили соревнования при трибунах. У нас не так много спортивных объектов в республике Хакасия, где есть трибуны, где можно было бы провести. Там должны быть составляющие, поляны еще должны быть правильные. Там, где мы играем, к сожалению, пока нет трибун, но зрителей достаточно. Ну а по опыту вообще популярности регби, 17 августа прошлого года мы привозили в республику вынесенный матч чемпионата России по регби в Суперлиге. Енисей СТМ играл против металлурга Новокузнецка. Ну, стадион «Локомотив» был битком. Без рекламы, без какого-то оповещения. Просто люди собрались, более тысячи человек на стадион, посмотреть регби. Кстати, такие соревнования крупные в прошлом году проводились впервые. Будет ли продолжена вот эта традиция, скажем так? Ну, это не совсем была традиция. Дело в том, что Красноярск готовится принять универсиаду, и там объекты закрыты на реконструкцию. Это была вынужденная мера, но мы для себя сделали пометочку. Такие мероприятия надо проводить, матчи вынесенные привозить, поскольку это и интересно, и способствует популяризации регби на нашей отдельно взятой территории. Ну, и поскольку Енисея СТН клуб наш старший товарищ, и мы кучу лет с ними дружим и работаем, мы надеемся на их поддержку, и они будут приезжать, показывать свои матчи, и наши зрители, наши жители нашей республики будут с удовольствием их посещать. А в чем цель проведения данных матчей в Суперлиге? Ну, для нас, представляете, приезжает клуб, в котором половина состава – мастера спорта международного класса, чемпионы Европы, неоднократные. Для наших мальчишек и девчонок, которые имеют доступ к телу, так скажем, они могут сфотографироваться, пообщаться. Это сумасшедший всплеск эмоциональный по развитию. Это же детишки, которые потом придут домой, там, во двори в школу, скажут, а вы знаете, к нам приезжали вот такие люди, и мы с ними прямо вот сейчас только что вот общались, и вот фотографии. Популяризация растет. Некоторые клубы в различных направлениях, в различных видах спорта перекупают спортсменов. У вас в планах нет приобрести, скажем так, какого-нибудь знаменитого, именитого спортсмена? У нас все проще. У нас на территории республики нет клуба, который бы занимался такими селекционными делами. А почему не создать клуб? Вопрос времени. Это тоже цель, это задача федерации создать клуб, на базе которого выращивать уже игроков. Был клуб «Локомотив» в 90-е годы, был профессиональный клуб. Мы играли, тогда это была высшая лига, сейчас это суперлига называется. Я в то время играл, был капитаном «Локомотива». Тогда все было немножечко по-другому. Но задача такая стоит. И руководство федерации республики, и руководство федерации российской по регби задачу такую ставит. Мы работаем над этим. Как только финансовые возможности позволят создать клуб, который будет участвовать именно в суперлиге, а не в федеральной лиге, мы сразу его создадим, мы сразу заиграем и будем радовать всех зрителей. Но пока федеральная лига – это не менее зрелищное мероприятие. Хотелось бы всех позвать и призвать заниматься регби. Не обязательно профессионально, для этого по большому счету не надо иметь никаких сумасшедших физических данных. Достаточно иметь желание. Как я говорю, надо иметь сердце льва, чтобы играть в регби. Потому что ты выходишь, и здоровый дядька бежит. Представляете, какое удовольствие, когда ты вроде бы не крупный игрок. Но вот я 180 ростом всегда, и не крупный. Я был самый маленький в «Локомотиве» по габаритам. И ты вот этого здорового мужика правильно берешь захват, укладываешь на газон, забираешь мячик. Какое-то удовольствие, и как растут веры в собственные силы и возможности. С каждым таким моментом игровым. Поэтому надо идти. Регби прививает очень крепкий характер, развивает мужественность и целеустремленность. Любой вид спорта развивает. Но регби – это настолько универсальный вид спорта. У нас есть легкая атлетика, борьба, тяжелая атлетика. Есть все. Ну и международное название, я уже неоднократно это говорил и с удовольствием повторяю, это спорт хулиганов, в который играют джентльмены. Наши тренера и федерация, мы прививаем нашим детям, нашим воспитанникам именно уважительное отношение к сопернику, уважительное отношение в жизни к людям. Мы стремимся, чтобы наши регбисты… Что такое регби? Для нас лично и вообще для любого регбиста. Регби – это честь и достоинство. Регби – это образ жизни. Регби – это правило, которое ты несешь по жизни за собой. Регбист – это звание. Если ты стал регбистом, ты живешь именно под ореолом этого звания. Ты не имеешь права уронить это звание, потому что ты член семьи. А семья, честь семьи дороже всего. А, кстати, есть регби и американский футбол – это одно и то же? Нет, американский футбол – это совершенно свое направление. У них внешне похоже только поле и похож мяч. Совершенно разное правило, совершенно разная игра. И регби – это творчество. В регби, выходя на поле, ты имеешь право принимать решения самостоятельно влево, вправо, вперед, назад. Повести сюда команду, туда команду. Американский футбол – это рельсы. Начнем с того, что в американском футболе в одной команде две команды, которые постоянно друг друга меняют. Команда защитников, команда нападающих. В регби это одновременно на поле все 15 человек. И защитники, и нападающие. Причем, если так вот брать, защитник, нападающий, защитники у нас как раз атакуют. Это легкие, быстрые игроки. А нападающие обороняют, это тяжелые игроки схватки, которые борются за мяч постоянно. Андрей Иванович, но со стороны данный вид спорта выглядит довольно жестким и травмоопасным. Это так? Нет, на самом деле, все это только внешне. Поскольку есть статистика и статистические данные, мы стоим по травмоопасности даже ниже волейбола. Волейбол более травмоопасен. И плюс подготовка, она разнится с другими видами спорта. Мы готовимся, мы учимся падать, учимся группироваться во время падения. У нас тренера детские начинают именно с падений. Это же техника безопасности. А человек подготовленный, который падает, он уже не получает травму. Травму можно получить по глупости. Вот элементарная глупость, какое-то минутное расслабление, недосмотр. Только собственная голова может привести к травме. Андрей Иванович, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова